В Акмолинской области единственный завод с нефтеперегонной установкой перерабатывает летние сорта дистоплива в зимние, межсезонные и арктические вариации горючего. Рецептуру разработали степногорские технологи. В основном используется казахстанское сырье, но в периоды дефицита компания вынуждена покупать российское. Мощность предприятия 150 тысяч тонн дистоплива в год работает завод на оптового потребителя. Это крупные компании и промышленные предприятия Казахстана. Есть потенциал заняться и розничной торговлей нефтепродуктов по прогнозам специалистов для потребителей дистоплива местного производства будет доступна уже в следующую зиму. Кроме того, руководство предприятия намерено найти средства на модернизацию производства и дальнейшее наращивание мощностей. Было намерение заниматься охватить и розничную сеть торговлей нефтепродуктами собственного производства. Не все планы оказались реализованы по одной из основных причин. Недостаток оборудовательных средств только на кредитных ресурсах осуществляются все эти проекты. Особенность датирования государством подобных проектов не позволяет нам воспользоваться этими дотациями, потому что мы выпускаем подакцизную продукцию и они ни в коем случае не подходят под датирование. Вот это беда, которую мы не можем разрешить. Мощные снегопады в США стали причиной отмены полутора тысяч авиарейсов в аэропортах Детройта и Чикаго. Еще столько же вылетов задержано. Также сообщается, что из-за непогоды погибли два человека. Снегопад стал причиной десятков аварий на скоростных автомагистралях. Сейчас в некоторых районах закрыты школы, и местных жителей призывают не выходить из дома. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Чикаго и Детройте выпадет в общей сложности до 23 сантиметров снега. Из-за непрерывного потока беженцев колумбийские власти решили ужесточить миграционный контроль на границе с Венесуэлой. Об этом заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Теперь для пересечения границы обязательно требуется паспорт, в котором проставляется штамп. Также прекращена выдача карточек, которыми до этого времени пользовались выше миллиона жителей приграничных регионов Венесуэлы. Отмечу, эти карты позволяли венесуэльцам свободно переходить границу и закупать необходимые продукты и лекарства. Однако многие из них пренебрегли правилами и нарушили сроки временного пребывания, добавил колумбийский лидер. В связи с этим, а в стране уже начала работу специальная группа по вопросу миграции, ее целью будет обеспечение гарантии должного использования общественных мест и наказания за нелегальную миграцию. По официальным данным, во второй половине прошлого года число венесуэльцев, проживающих в Колумбии, увеличилось более чем на 60%. Больше не будет временных разрешений для пересечения границы, которые выдавались в течение прошлого года. Год назад ситуация была иной. Мы ввели это разрешение для тех, кто планировал въехать в Колумбию на короткий срок. Однако, как оказалось, многие не вернулись на родину. Мы значительно усилим охрану границ. Контингент военных будет увеличен более чем на 2000 человек. В ТРАО в ближайшие годы планируют резко увеличить количество производств в агропромышленном секторе. Потенциал в этом направлении огромный. Немалую роль играют и госпрограммы по поддержке сельского предпринимательства. Специалисты констатируют, что бизнес на селе постепенно перерастает в формат полноценных производств. Толгат Утигулов продолжит. Еще пару лет назад этот сервисный центр по забою скота в Курмангазинском районе сложно было назвать рентабельным. Новую жизнь в цех вдохнула государственная программа по созданию сельхозкоопераций. Сейчас в районном кооперативе 23 участника. Все они фермеры. Поэтому проблем с сырьем у забойного цеха больше нет. Кроме того, принимают скот и от населения. Мы работаем по полному циклу. От откорма из забоя скота до выпуска готовой продукции. За 4 месяца существования кооператива мы уже произвели продукции на 40 миллионов тенге. Оказали услугу населению по забою скота на 1,5 миллиона тенге. Благодаря вниманию кооперативам со стороны государства у нас очень большие перспективы развития. Помимо производств, поддержка кооперации позволяет держать на контроле ценовую политику мясомолочной продукции. Этот макаронный цех в соседнем Истайском районе открылся благодаря гранту госпрограммы «Дорожная карта бизнеса» и кредиту программы «Бизнес Аймак». Начинали здесь довольно скромных объемов – 50 килограмм в смену. В настоящий момент мы выпускаем 7 видов макаронных изделий, которые пришлись по вкусу односельчанам. Теперь наша продукция представлена не только в районном центре, но и в соседних селах. Цена приемлемая, качество хорошее. В среднем за смену выпускаем до 400 килограмм готовой продукции. Специалисты констатируют ежегодное увеличение доли малого и среднего бизнеса в регионе. При этом цифры показывают, что растет не количество, а качество и объемы производимой продукции. Если рост количества субъектов малого и среднего бизнеса в 2017 году составил чуть менее 4%, то продукции в этом секторе произведено в полтора раза больше – на 1 триллион 100 миллионов тенген. Погатки Глоким, Новосибирск, Газиев, Атараловская область, Хабар, 24. Привлечь бизнесменов в проект трудоустройства, отбывающих наказание в колониях цель выставки, прошедшей в Уральске. На выставке представлена продукция, сделанная руками заключенных. Это спецодежда, одеяло, изделия из дерева, мягкая мебель. Два года назад в колонии пустующие помещения отдали предпринимателям под небольшие производственные цеха с условием трудоустройства в них заключенных. Арендную плату бизнесмены не платят, а отбывающие наказание получили возможность зарабатывать и осваивать новые специальности. Сегодня с колонией сотрудничают 7 предпринимателей, которые уже трудоустроили 125 человек. В целом, сегодня из отбывающих свой срок в Западно-Казахстанской области заняты работа 70%. В колонии строгого режима у нас есть цеха, на нем работает 8 человек. Работает уже полгода. Собираемся диодные светильники разных мощностей для уличного, так и для промышленного цехов, оборудования. Наша задача, чтобы побольше осуженных привлечь в труду, чтобы была возможность у этих осуженных погашать иски, помогать своим близким родственникам. Есть у нас уже примеры, то есть осуженные, которые работают в этих ИП, после освобождения эти предприниматели, их уже на свободе, трудоустраивают в своей ИП, и они продолжают трудовую деятельность. То есть у них идет без отрыва от основного стажа. Представители этнокультурных объединений Алматы предполагают использовать книгу президента эры независимости в качестве учебного пособия по новейшей истории Казахстана. По мнению заместителя, председателя городского корейского национального центра, доктора исторических наук Георгия Кана, это издание отражает все важнейшие этапы становления молодого государства. Там прекрасные схемы, прекрасные диаграммы, связанные с первой модернизацией, второй модернизацией, третьей модернизацией. Там есть вот этот методически выверенный материал. Поэтому есть такое предложение сделать его официально базовой учебной литературой по новейшей истории Казахстана. 79-летний пенсионер из села Москалевка Кустанайской области бесплатно обучает своих односельчан латиниц. Инициативу возрастного учителя поддержали в местной школе. Раз в неделю ему предоставляют кабинет для занятий, если в классах пустующей парты узнавала Наталья Строкова. Бесину Журкобаеву скоро 80, он в числе отличников. Пропусков нет и все домашние задания делает без ошибок. Аксакал говорит, что латинский алфавит выучил без труда. Уже 7 уроков проходили. Было раньше 42 буквы, сейчас 34. Все изучил. Знаю писать, знаю уже читать. Внуку, правнуку надо учить. Это жизненные требования. Один раз в неделю с жителями Москалевки занимается ветеран образования Кукинаки Абдильдин. Прежде чем начать курсы по латинице, он сам изучил графику и разработал свою методику преподавания. Она основана на знаниях традиций казахского народа, крылатых фраз мировых классиков, афоризмов и слов назидания. Сначала мы изучали буквы, потом прописывали их на латинице и сравнивали с кириллицей. На уроках задают слова. Ученики должны написать их на латинице. На дом тексты на кириллице, которые нужно переписать, но уже на латинице. Вижу, что трудностей особых нет. У кого есть желания, сразу схватывают. В классе нет пустых мест. Латиницу изучают 30 сельчан. Если раньше за партами были только пенсионеры и разнорабочие, то сейчас к ним присоединились учителя местной школы. Дополнительной информации много. Нам дают современные статьи. Каждый урок интересный и не похож на предыдущий. Изучаем латиницу и еще культурно обогащаемся. Латиница – это требование времени. Мы должны ее знать. У Кухенаки Абдильдина за плечами 30 лет преподавательского стажа. Все учебно-методические пособия на свои уроки он готовит сам. После выпуска первой группы пенсионер готов набрать новичков для изучения латиницы. Наталья Острокова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. История Семеречья, местный фольклор, уникальные памятники археологии в формате моушн-дизайна. В Талдыкургане группа менеджеров создала ролик о туристическом потенциале Алматинской области. В нем содержится информация о географии, крае и о наиболее ярких исторических событиях, проходивших на земле ЖТСУ. Стоит отметить, что это не первая видеоработа на эту тему. Ей предшествовали и ролики, снятые местными компаниями и всемирно известной корпорацией BBC. А также многочисленные экспедиции и аэрофотосъемки. Отличие нового видеопроекта в том, что он синтезировал в себе многочисленные монтажные и цифровые программы с использованием 4D-эффекта. Разработчики уверены, использование такого формата подачи информации о крае поможет привлечь в регион еще больше туристов. Использование моушн-дизайна помогает населению легче воспринимать любой ролик. Он становится интереснее, живее. Человек чувствует, как будто бы он сам участвует в этом ролике. Я думаю, очень многие люди не только нашего региона, но и по всему миру посмотрят наш ролик и обязательно захотят приехать именно к нам. Казахстан имеет важное значение для Кореи. В Сеуле две страны могли бы извлечь немало выгоды от реализации программы Норлы Жол и китайской программы «Один пояс, один путь». Об этом речь шла на семинаре «Инвестиционные возможности для корейских предприятий». На встрече о привлекательности своих стран для инвесторов Южной Кореи говорили представители посольств Казахстана, Кыргызстана и Украины. Южнокорейские эксперты отметили, что евразийская инициатива, предложенная экс-президентом Пак Кэнхе, продолжает работать. Ведь в Сеуле понимают важность сотрудничества с Китаем, Россией, Центральной Азией и Европой. В связи с тем, что в этом году ожидается визит президента Республики Кореи Монжи Иена, в Казахстан рассматривались новые сферы двустороннего сотрудничества. «Правительство Казахстана делает акцент на развитии цифровизации экономики. Думаю, это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества, помимо нефти и газа. В Корее развито производство машин, бытовой техники, но по логистике мы не можем конкурировать с Китаем. В случае сотрудничества Кореи и Казахстана в этих направлениях можно многого добиться». Тем временем президент Южной Кореи Монжи Иен провел встречу с делегацией из КНДР, которую возглавил формальный глава государства, председатель Президиума Верховного Собрания Северной Кореи Ким Йон Нам. В состав делегации также вошла сестра Ким Чен Иена, Ким Йо Джон. Это стало первым в истории визитом члена семьи лидера КНДР в Южную Корею. Делегация прибыла в пятницу. Она присутствовала на открытии Олимпиады в Пхенчхане. В воскресенье визит завершится. Отмечу, в Олимпиаде участвуют 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР также прибыли несколько сотен болельщиков и оркестра Сан-Джи Йон. Он уже выступил в Канныне и в воскресенье даст концерт в Сеуле. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с телеканалом Хабар 24. Субтитры подогнал «Симон»!